Господи, Сил, с нами будем, и договор разве Тебе, помощником скорбых дней и мамы, Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности, мира, Духи Святого, доброго всем дня и хорошего настроения. Пользуясь случаем, хочу поздравить сестер Милосердия, Свято-Пантелеимовского сестричества, я, наверное, их уже поздравлял, но еще раз поздравим, а нет, не было, с их 21-летием, 21 год назад в храме великомученика Пантелеимна в Екатеринбурге зародилось через одно зернышко, через первого человека, который сделал шаг из ряда вон, сестричество, которое сейчас включает около ста сестер. Представляете, это целая община сестринская. И нам уже такой серьезный возраст для общественной организации, для некоммерческой организации, для благотворительной организации. Это вообще серьезный, почтенный, я бы сказал, возраст. Ну, потому что что людей может столько времени объединять? Обычно все равно люди как-то сходятся, какие-то задачи выполняют, расходятся, а здесь сохраняются. И даже пожилые, которым уже там далеко за 70, они тоже живут жизнью сестричества, его духом. Да, именно духом, потому что люди, собранные ради Христа для служения и милосердия, их действительно объединяет Дух Божий. И, собственно, ради этого женщины и собираются в эту сестринскую общину для того, чтобы стяжать благодать Дара Духа Святаго через совместную христианскую жизнь, через общее дело, через общее служение, через молитвы друг за друга, через молитвы и окормление духовника. Все это как бы дополнительные бонусы, дополнительные ресурсы, которые позволяют ищущему человеку приобрести искомый результат. Недавно одна сестра спросила женщину, молодую, «А ты бы не хотела приобщиться к сестринскому служению?» А та говорит, «Да вроде я и не понимаю, зачем это нужно. Так же у меня вроде как все есть. Я хожу в храм, я читаю книги. Все, что вроде как у вас есть и у меня. Да нет, я не готова». И это же всегда такой важный момент вот этой встречи, момент резонанса. Душа человека, она в нормальном состоянии, она всегда должна искать подвига, искать большего. Между плохим и хорошим выбирать хорошее, между хорошим и лучшим выбирать лучшее. Ну как на Олимпийских играх. Бежать до того, чтобы все-таки первым пересечь ленточку, а не просто прийти там где-то в конце или там сойти с дистанции. Это важнейший момент жажды Бога, жажды благодати. И когда предлагается на ступенечку выше, потому что сестричество, но это действительно шаг из ряда вон, когда человек берет на себя определенные обязательства перед общиной, перед Богом. Когда появляется послушание, человек не все делает по своей воле, что-то он делает по благословению. Когда у него возникает маленькое дело, которое он совершает ради Христа, ради ближнего. Это все дополнительные нагрузки, которые прокачивают определенные мышцы нашей души, которые приобретают новые возможности, новые способности. Конечно, там не только задачи, там и бонусы, которые я уже назвал, то есть как бы дополнительные поддерживающие силы. Но одна молитва сестер, что стоит, когда сто человек за тебя одновременно помолятся. Любые задачи, если они входят в рамки промысла Божьего, они решаются. А тут отсутствие резонанса, то есть приглашение сестры. Ну а зачем? Мне и так комфортно, мне и так хорошо. Ну да, но мы все время должны искать большего. В этом смысл, в подвиге, в движении. То есть христианин, он все время находится в движении. Он для этого читает книги, чтобы что-то узнать и в своей жизни применить. В движении, в преодолении своих страстей, привычек. Потом в приобретении добродетели. И когда человеку все хорошо, когда ему чего-то большего не надо, ну это нехороший симптом. Преподобный Макарий Великий однажды сказал, как врачи отчаиваются в тех своих больных, которые перестают есть и пить, так и Бог отчаивается в тех христианах, которым неприменимы слова, блаженны, алчущие и жаждущие. И вот эта алкания, жажда, она все время должна человека побуждать искать, искать, искать большего стержания благодати Духа Святаго Божьего. И сестринчество, сестринское служение, это дополнительная ступенечка, это еще один шаг на встречу этому приобретению благодати Божьей. Я поздравляю сестер, я желаю тем, кто в раздумье, в раскачке, проявляйте решимость. Бог не любит нерешительных. И делайте этот удивительный шаг. Помогай нам всем Господь! Господи сил, помилуй нас!